Девушки отдыхают С полпятого утра я поражаюсь, как вы так рано просыпаетесь и готовитесь к эфиру Это потрясающе Я на тренировке так рано не встаю Скажи, пожалуйста, вот последний раз, когда мы тебя здесь наблюдали в нашей студии Ты рассказала, что готовишь новое шоу Сейчас нас есть информация, что ты его уже приготовила И презентовала даже И вот теперь ты можешь уже рассказать обо всем, обо всем Довольна ли результатом? Как все прошло? Может быть, что-то не получилось? Я довольна очень результатом, потому что, как на экранах мы видим Это крайне трудоемкий процесс, тяжелый И очень мало места для работы Много спецэффектов, много технических Технически оснащен подиумом, дымом, телескопом, глазером Светоидами И большим количеством вещей, с которыми спортсмены Артисты оригинального жанра, певцы Совершенно не могут работать Это крайне тяжело, это все режет Ошпаривает тебя Но это то, что делает шоу уникальным И к нам приезжал из Монако Человек, который занимается организациями мероприятий И самого главного фестиваля в Монако, циркового Он сказал, что такого шоу не было Поздравляю, будем рады работать И вот мы через две недели летим в Париж Это кабаре, самое большое кабаре в мире Которое транслируется на телевидении ТВ-мэч Вы едете с этой программой уже? С этой программой мы едем Вот 5 февраля в визу подали и поедем выступать То есть это самое большое Вот знай наше А сколько по времени длится программа? Гордость распирает Вся программа состоит из трех номеров Из трех номеров Из трех номеров Совершенно разных трех номеров По режиссуре, хореографии и техническим оснащениям Вот И каждый номер по 4 минуты То есть в общей сложности 16 минут Я думал, что это двухчасовая программа А зритель не выдержит 2 часа Безусловно нет Вы же главная героиня И единственный человек на сцене получается Да, я одна работаю И все, одна вытягиваю Театр одного актера Да, театр одного актера И зрителя тяжело удержать Поэтому нужно крайне тяжелую, интересную Информационную нагрузку давать для зрителя Сейчас есть в планах Вот вы съездите, да, слетаете в Париж Покажете там В планах есть как-то эту программу Не знаю, как это правильно называется Обкатать, показать в разных, я не знаю, частях, может быть, мира Или же что-то работать уже над чем-то новым Не-не-нет, мы же только презентовали программу Поэтому у нас в планах уже Обкатываем, обкатываем у нас У нас легче обкатывать А в Париж уже и вот в Европу На лето и на весну есть планы по гастролям Естественно, это штаты и Европа, чтобы уже выступать На концертных площадках, телевизионных съемках Потому что это очень важно для артиста появляться за рубежом Особенно на таких больших программах, как ТВ-5 Парижа Надюша, столько уже придумано, извини, пожалуйста Столько придумано в этом жанре всего Где ты черпаешь какие-то идеи для того, чтобы удивить человека Вот этим жанром, в принципе, мне кажется, что непросто Крайне тяжело, потому что конкуренция фантастическая Громадное количество людей, которые работают Каждый день появляется много новых Но что нужно? Самое главное, это притягивает себя энергетикой Эмоционально работать Быть в контакте со зрителем И, наверное, если есть это, то Что бы ты ни делал, уже будет интересно Как ожидается идея номера, мне интересно Идея номера? Ну вот это как спрашивают, как ты написал песню? Какая-то музыка, да? Какая-то услышалась, может быть Есть, ну, есть какие-то мечты, желания Которые как-то, они абстрактные И ты их пытаешься воплотить в движение тела Эмоциями, музыкой События жизни подсказывают тебе? Конечно, конечно подсказывают Те же элементы кабук, взрывов, дыма, улет платка И всего остального Это все где-то на подсознательном Там дым, ветер, мечты, желания, что-то И вот как-то ты это все переносишь А вот такое, допустим, знаешь, хореограф рассказывает Шел мимо баскетбольной площадки, увидела Как играют баскетболисты И сняла какие-то движения и сделала из них танцевальные Такое у тебя было, что ты там увидела, может быть, животное Может быть, что-то, какое-то действо Какой-то экшен Какой-то степень мы с животными, может быть, даже не то, что похожи, неправильно сказать Вот мне часто говорят Мы с тобой одной кровью, как говорит Маугли Да, мы с тобой одной кровью Но как-то мне говорят, что часто двигаешься как пантера, она мягкая такая И вот ты тоже такая темненькая, такая мягкая, грациозная Ну вот может быть, что-то такое есть Надь, а мне вот очень интересно Вот в вашей программе, в вашем виде, я не знаю, спорта, шоу Есть какие-то моменты, вот, например, у людей, которые занимаются фигурным катанием На соревнованиях, вот, да, там высший класс, скажем так И высшая оценка за то, чтобы там спортсмен показал, я не знаю, тройной тулуп, грубо говоря Вот в вашей программе есть какие-то элементы, скажем так Вот, которые, ну, я не знаю, делают там единицы людей, может быть, во всем мире Тройной тулуп, это хорошая рекомендация, как одеваться сегодня Да, и так То есть какие-то, я не знаю, элементы, что, вот, знаете, ну, никто не делает Их очень сложно сделать С одной стороны, они есть, с другой стороны, сейчас уже берут не элементами, а больше шоу, насыщением, эмоциями, спецэффектами, неожиданными вещами Потому что, как показала практика, не всем интересно просто смотреть, как человек пять сальто в воздухе сделает там Или будет простоить пять минут на одной руке То есть это поражает, но как-то начинает случиться Надь, я недавно был на цирк Дюсталей, приезжал в Киеве, я ходить смотрел, ты была? Да, нет, я не была, меня не было в Киеве Слушай, ну вот я смотрел, и, ну, просто диву давался, ну, не скажу, что они меня, ах, как удивили Я диву давался от того, что за вот этим всем стоит такой труд, такой огромный труд Вот ты тоже, кстати, я хочу спросить у тебя, ты как отдыхаешь, как вы вообще расслабляетесь? Есть ли время на какие-то занятия, я не знаю, хобби, на, не знаю, там, личную жизнь Чтобы это делать, нужно каждый день, по-моему, нещадно себя истязать Ну вот я занимаюсь этим с трех лет, то есть уже 19 лет, поэтому как бы Уже махнула рукой на личную жизнь, на хобби В какой-то степени да, но отвлекаться, развлекаться нужно походом в театр, послушать музыку, посмотреть фильмы английские какие-нибудь интересные Но я не могу развлекаться ходить в горы, когда тяжело физически, я целый день тренируюсь, еще в горы там идти, допустим, многие так и отвлекаются Но вот куда-нибудь уехать за город, это нужно А ты готовишь? Ты умеешь готовить? Нет, я не умею готовить, но я недавно первый раз я яичницу приготовила Ничего себе Классно А я переживаю, готовить не умею А Юля Кареновская знаешь, как думает? Как? Эх, сейчас бы мужчину сварила бы борщ Да, наверное Надя, давай посмотрим сейчас какое-то музыкальное видео, после чего прервемся, у нас для тебя будет небольшое испытание, но я надеюсь, оно будет для тебя приятным А нашим зрителям будет это увидеть интересно Доброе утро, друзья, это Гутен Морген, мы продолжаем общение с нашей гостью У нас в гостях сегодня мастер спорта международного класса по гимнастике Украинская Дита Фонтис, главная героиня авторской программы Страйш-шоу, Надя Василь Когда тебя называют Дита Фонтис, тебе льстит, нравится? Ну, Дита Фонтис, конечно, заслуживает уважения, очень красивая женщина, молодец, умеет себя подать И мне приятно, что меня ассоциируют с ней А ну ты согласна с этим, что вы похожи или нет? Ну, все черпают от кого-то что-то, поэтому то, что меня так называют, нет, это ничего плохого, если кто-то видит что-то общее Да, это не самое худшее сравнение, на самом деле, наоборот, такого еще добиться Или, как говорит Сережа Соседов, это дорогого стоит, между прочим Да, как у тебя хорошо получается, вы знакомы, близко, да? Это дорогого стоит, да Вот, друзья, поэтому приятно Ты можешь прокомментировать то, что мы сейчас видим, это опять-таки кусочки твоего шоу, правильно? Да, вот это второй мой номер, золото, это опять-таки страсть к деньгам, деньги в конце программы, они меня поглощают Вот, в каждом номере есть своя мораль О том, что нужно, нельзя быть жадным, нужно... Жалко, Юли Калиновской сейчас нет, да? Так Да, что нужно уметь ценить деньги, время работы, вот, как вы видите, монетки, денежки, доллары Вот Надь, а во время презентации мы знаем, чтобы ты проводила еще и мастер-класс Ой, да, очень люблю проводить мастер-класс Поднимать ножки, особенно они уже увидели, как можно поднимать ноги, садиться на шпагаты И все думают, о, я сейчас докладываю и сделаю Да, только они не знают, сколько нужно, чтобы это получилось делать, те же шпагаты Да, они не знают этого Вот, и все выбегают, все берут какие-то мои реквизиты Кто-то на подиум лезет, включают свет, ПРК, и это очень все весело Минута славы, это называют Ну, ты знаешь, да Почувствуют себя Всегда, в любой профессии, куда-то, вот, приди даже на завод, я уверен, как бы там вы не относились Руки чешутся Всегда хочется, ну, кто-то не хочет попробовать А может быть, я так смогу эту детальку выпилить, да? И наверняка, вот, если бы и мы пришли к тебе на шоу, на мастер-класс Мы с удовольствием попросили бы тебя Ой, да, я с удовольствием, да, это весело Минута на 15-20 затягиваются Люди потом еще валят на сцену Давайте еще что-нибудь с ленточками, булавами швыряются, бросаются Ты знаешь, сейчас очень многие спортсмены и люди из спорта Все-таки тоже хотят попробовать на себе одежку Этот самый тулупчик, этот три тулупа Три тулупа телевидения на себя надеть Вот, и попробовать себя в этой, значит, так, как это сказать На что вы намекаете? Мы намекаем на то, что мы бы хотели тебя спросить Действительно, не изменилось ли твое желание попробовать себя в роли телеведущей? Нет, я рада и готова У нас все готово У нас даже есть чемпион спорта по дикции Это Юля Калиновская Мы просим ее сейчас в эту студию Вау Юля Калиновская сейчас расскажет тебе небольшие хитрости, маленькие приемы Как сделать так, чтобы... Подготовить речевой аппарат, скажем так Чтобы получилось легко, непринужденно, чтобы ты говорила, как песня велось это все А мы сейчас вам представляем Сейчас Надя Васина и Юля Калиновская сделают то, что наверняка Надя еще не делала в своей жизни Надя сейчас превратится в телеведущую Ну, во-первых, для начала, скажем так Для того, чтобы хорошо разговаривать, нужно хорошо разогреть речи-испускательный аппарат Речитативный Да, речитативный, речи-испускательный, это оказионализм есть такое Хорошо, да, сутоавторские слова Начнем, пожалуй, с разминки для нашего речевого аппарата Какие разминки ты знаешь? Я без понятия Без понятия, хорошо, вытягивай губки вперед И делай теперь вот так вот Называется, извините, пожалуйста, попка уточки, по-моему, да? Ой, ну что вы так говорите? Мы не будем вдаваться в подробности, хорошо? Мне так это преподавали Впадать в подробности Мы работаем, мы учимся, да Не мешай Губки Вперед-назад Вперед-назад Это страшно выглядит Нет, это выглядит очень миленько Вперед-назад 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 Окей, хорошо Теперь, улыбаясь, нужно оголить резцы Резцы? Вот так Ой, я не могу так больше, это из-за техники Вот Резцы Не делать улыбку, а просто Резцы, да Смотри, спокойное лицо Да, спокойное лицо И потом просто приоткрываешь, поднимаешь верхнюю губу вверх Так Ох Боже мой Расслабь лицо Этому надо учиться На самом деле, ничего сложного в этом нету К этому можно очень быстро привыкнуть Спокойное лицо И теперь просто приподнимаешь верхнюю губу Ну окей, хорошо У Нади все равно получается улыбка Это очень мило Нет, давайте поднимаемся, ножки поподнимаем Хорошо, сделаем, сделаем Ножки поподнимаем Я сегодня не в форме, честно говоря, поднимать ножки Теперь, вообще, элементарное движение Расслабляя лицо, ты просто поднимаешь сперва правую скулу вверх, а затем левую Не руками Не руками И не ножками Ну-ка А ну-ка Да И теперь с левой стороны Еще раз правой Еще раз левой Окей, будем считать, что экспресс-мастер-класс с разминки лица мы прошли Скороговорки Они существуют трех уровней Первый уровень На лозе оса, а в лозе коза 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 Хорошо, лозе сюда не перемешиваем Хорошо, на лозе оса, а в лозе коза Теперь сама еще раз На лозе оса, а в лозе коза Поехали А теперь зрители А теперь зрители О, молодцы, браво! На лозе, от коза Второй уровень Жужжит над жимолостью жук, тяжелый на жуке кожух Жужжит на чем? Над жимолостью Есть такое растение? Это хорошее слово, не бойся Да Жимолостью? Жимолостью Ух ты! Жужжит над жиломостью жук Нет, жимолостью Жимолостью Да Жужжит над жимолостью жук, тяжелый на жуке кожух Меня не предупреждали, что вы такие тяжелые вещи Жужжит над жимолостью жук, тяжелый на жуке кожух Тяжелый на жуке кожух Кожух Боже мой Жужжит над жимолостью жук, тяжелый на жуке кожух Вот Надечка, а ты смеялась Давайте-ка уже ближе к делу Хорошо, на этом уровне мы доходить не будем Короче говоря, расскажем Надя, теперь ты поняла, что чувствуют твои ученики, когда им показываешь мастер-класс? Когда ты поднимаешь ножку Наверное, да Я буду мягче Надюш, предлагаю тебе новость На самом деле, здесь намного меньше страшных слов а-ля жимолость Жужжит Тебе нужно просто красиво с выражением прочитать Желательно выговаривая все буквы и звуки Об инструкторе йоги, которая учит не только людей этим прекрасным занятиям, но и собачкам Красиво держим папочку Папочку нужно держать вот так Папочку вот так Окей, хорошо, спасибо Я буду российскую читать Естественно Инструктор йоги Сюзет Аккерман из Южной Африки Открыла класс для собак и хозяев Гонконге Занятия йоги рассчитаны на владельцев собак, которые хотят разнообразить жизнь своих питомцев Инструктор уже преподавала уроки йоги взрослым, матерям и детям Она утверждает, что занятия с собаками и хозяевами не должны были бы сильно отличаться и действительно оказались похожими По словам одного из учеников Аккерман, такие занятия расслабляют и помогают хозяину и его собаке лучше понять друг друга Собака лучше слушает хозяина и хорошо себя ведет во время занятий Фотографии на экране Брависсимо! Ой, браво! Я тебе так скажу Надежда, вдруг как-то прекрасно Ты решишь все-таки заняться чем-то другим, у тебя все получится, только надо поработать над словом «жималость» «Жималость» «Жужжить над «жималость» и «жук»» «Тяжелый ножок» Я думаю, я буду спать А я тебе скажу больше, мы выложим это видео теперь на ютубе, а канал «Би-Би-Си» обязательно с тобой свяжется «Жималость» «Жужжить над «жук»» Скажем, вы можете выговаривать это? В нашей студии была украинская Дита Фонтиис, мастер спорта по гимнастике международного класса И главный артист Главный артист «Страшоу» от Нади Васиной Благодарю Надя Васиной, спасибо огромное И замечательная телеведущая, как я считаю Вот так вот Ой, спасибо вам большое Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok